Ну, понеслась. Да, вот она, курточка-то пошла. Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Наталья. В этом видео я хочу показать вам распаковку и первые впечатления от парфюмов Нишане, коллекции Time Capsule. Они наконец-то ко мне приехали. Я не знаю, как они пахнут, я ориентировалась только по описаниям в интернете, поэтому надеюсь, что они меня или порадуют, ну или удивят. Давайте вместе протестируем, посмотрим. Если вам интересно, обязательно оставайтесь. Вообще коллекция вышла летом. Как я и сказала, она называется Time Capsule. В ней 4 парфюма, которые разработаны четырьмя парфюмерами, очень известными, с громкими именами и громкими работами в парфюмерии. У меня вот такой вот небольшой бокс. Я, честно говоря, думала, что за ту цену, которую я заплатила, 24 доллара, что здесь прям будет по 7,5 или по 10 миллилитров. Я немножко наивна. Но, так сказать, импортным духам, проехавшим столько тысяч километров в миллилитры, не смотрят. Поэтому давайте вместе с вами сейчас ее откроем, посмотрим, потестируем. В общем, поехали. Ну что, вскрываем. Вот такая вот коробочка. Сейчас главное ее не сломать. Похоже на визитницу, кстати, чем-то. Логотипчик. Ой, люблю, когда хорошая полиграфия. Так, открываем. Смотрите, тут еще и они так вот индивидуально упакованы все. Люблю, когда вот все упаковано, красиво, все сделано. Давайте, наверное, начнем с Кредо. Кредо. Вот он здесь первый. Вот так выглядит. Так, давайте его с вами посмотрим. Ну, совсем такой малышка, но ничего. Так, ну, первое впечатление. От флакона вообще ничем не пахнет. Давайте его побрызгаем. Я вот тут подписала палочки, чтобы не запутаться. О! Очень приятный. Свежий такой. Сначала может показаться, что он более мужской, чем женский. Но вот сейчас вроде уже и нет. Такой, как хамелеон. Значит, здесь я скажу ноты, какие здесь были заявлены. Потому что прежде чем купить, я их, естественно, посмотрела. Так, здесь у нас получается розовый перец, кардамон, асмантус, ут, сандаловое дерево, замша. Так, ну что я здесь из этого чувствую? Кардамон. Ну, во-первых, кардамон, это одна из моих любимых специй. Я иногда думаю, что я готовлю исключительно кардамон и кориандр, кстати, с едой, чем наоборот. Ну, я немножко так утрирую. Но да, ут я вообще здесь не чувствую. Перец, да, пряный, очень такой свежий. Вот замша. Куртка кожаная, замшевая. Да, вот она. Курточка-то пошла. Производит впечатление такого мужского, немножко лекарственного. Но сейчас я прям чувствую эту пряность и замшевую куртку. Так, давайте нанесем на руку. Да вообще вот вначале пахнет, как лекарственный сироп такой. А потом сразу резко меняется и становится очень таким мягким. Мягким, но концентрированным. Он прям очень концентрированный. В принципе, здесь хватит достаточно надолго, потому что я думала, что здесь... Так, здесь 2 мл в итоге. Да, экстракт de parfum. Это духи. По итогу, что я чувствую? Я чувствую здесь кардамон. Ну, было бы странно, если бы я его не почувствовала. В общем-то, это очень просто знакомая такая для меня нота. Кожа. Он свежий, но не цитрус. Так, пусть он еще немножко поживет. Давайте переходим к следующему. Следующий парфюм. Это будет аромат, который называется Tempfulio. Вот такой вот он красненький. Его создала, по-моему, эта женщина, которая придумала духи Synthetic Jungle для бренда Friedrich Malle. Давайте посмотрим. Здесь по нотам у нас получается бергамот, шафран, мандарин, жасмин, цветы апельсина, пралине, кашемировое дерево, ваниль. Вообще, в этих нотах меня заинтересовало, почувствую ли я мандарин, ваниль, кашемировое дерево и пралине. Там еще есть пралине. Вот мне кажется, что это вместе сочетание должно быть просто такое вот прям бомба. Потому что, с одной стороны, у тебя пряность с цитрусами, а с другой стороны, у тебя такая кремовая сладость. Давайте посмотрим. Так, открываем нашу коробочку. О, да! Очень приятный парфюм. Несмотря на то, что здесь я чувствую цитрусы, но они здесь не главные в этом турецком доме. Это, как знаете, напоминает мне чем-то такой турецкий гарем, где хюрем, так сказать, великолепный век, я не смотрела весь этот фильм. Но здесь вот цитрусы, это такие вот не самые главные жены, так сказать, но здесь их всех перебило в итоге. Вот это вот какая-то пряная, пряная ваниль их здесь перебила. Сладковатый, цветочный. Как интересно, вот сейчас я чувствую аромат. Это похоже на баню. Вот в бане, но не такой вот еловый, знаете, запах такой вот еловое, еловое там что-то такое или дубовое. Нет, это такой сладковатый аромат, который в сауне или в бане, вот причем в новый такой, только построенный. Чувствую, какой-то он такой мысленистый, но при этом вот эта свежесть, она здесь не главную роль играет. Очень мне нравится. Очень. Давайте нанесем его на руку, посмотрим. Это тот баланс, за которым я все время гоняюсь в парфюмерии. Это баланс свежести и сладости, потому что очень часто все-таки есть какой-то вот такой главнокомандующий, который на себя все, что называется, внимание перетягивает. То есть такая главная жена в гареме. А здесь сегодня одна главная жена, завтра другая. И в общем-то это неплохо. В общем, резюме по этому парфюму, он, я не чувствую здесь пралине, вот прям пралине, пралине, как десерт. Я здесь чувствую древесность, она такая тоже, вот как если в первом парфюме там эта кожаная куртка, замшевая, где-то в конце, вот она последним, да, идет таким списком, последний идет в списке, то здесь дерево немножечко вот в конце, а в начале такой вот он мандариновый, сладковатый, очень приятный аромат. Пусть он сейчас немножко еще на руке поживет, подраскроется, и мы под конец тоже посмотрим, что с ним в итоге стало. Следующий парфюм, это парфюм, который называется Папелефика, эффект бабочки, так выглядит. Этот парфюм создал автор парфюма Портрет Леди, если кто не видел, у меня есть на канале видео, где моя подруга снимает видео из их бутика, из бутика Нишанэ, там как раз консультант показывает этот парфюм, очень долго про него рассказывает, всю историю, в общем, если не смотрели, обязательно посмотрите. ну что, вскрываем. Так, Папелефика, эффект бабочки. Похоже на парфюмы Шанель. По нотам здесь кардамон, кориандр, лаванда, полынь, жасмин, мох, еще, по-моему, стиракс, если я правильно произношу, или стиракс. Поправьте меня, если я неправильно произношу. Аромат травянистый, не могу сказать, что он прямо вот сносит тебя с ног, он мне почему-то напомнил парфюмы Шанель. Такие вот, которые вот, Шанель Шанс, Таннер, который у меня есть. Очень травянистый, нерезкий, свежий. Сладости здесь особо я не чувствую, но, в общем-то, здесь и с чего бы ей взяться. Здесь такие ноты. Для меня этот аромат более мужской, чем женский. То есть, это такой парфюм все-таки, хоть он и позиционируется, что это унисекс, но здесь такие вот травы, знаете, травы, вот свежескошенные какие-то цветы, травы, которые перемешались, вот они лежат в такой охапке, и вот, там, не знаю, час или два они полежали. Давайте на руку его нанесем. Так, у нас есть еще вот это вот на руке место. Сейчас мы его сюда нанесем. А вот на руке, кстати, он пахнет по-другому. На руке появляется какая-то такая теплота. Это, наверное, это, наверное, мох, что ли, да. Ну, вот здесь есть какой-то такой тоже немножко как лекарственный такой подтон, который мне не очень нравится, если честно. Да, я все-таки вот на себе его не вижу, нет. Ну, что, так сказать, это был опыт. В общем, папилифика оставляет за собой вопросы, это скорее вот мужской парфюм и это более такой травянистый, свежий парфюм. Мох я здесь ощущаю, но вот видите, с бумажного блотера я его не чувствую, а вот с руки он мне раскрылся. Последний парфюм в этой коллекции называется Терра. Давайте его посмотрим. Вот он такой вот. Так выглядит. так, ну что, скрываем. Здесь у нас с вами по нотам соленая карамель, кумин, черный перец, сичуанский перец, корица, ветивер и амбра. Меня пугает здесь только ветивер, потому что я все-таки его воспринимаю как более мужскую ноту, чем женскую. Ну, давайте посмотрим, чем нас побалует создатель, производитель. Так, ну, понеслась. Очень необычный аромат. Здесь соленая карамель не такая, как вот, условно говоря, в Сникерсе. Здесь как будто соленая карамель, когда вот вы десерт заказали и сверху, например, посыпано чуть-чуть, совсем чуть-чуть этой соленой карамели, которая придает такой определенный штрих. Вот она. Да-да-да, карамелька пошла так. Витивра я здесь вообще не чувствую, амбру чувствую. Корица здесь неявная, это не пирог с корицей. Это похоже на кофейный напиток, например, вы зашли в кофейню, которая, так называемая, кофейня третьей волны, это называется Ferd Wave, это было очень модно, не знаю, насколько сейчас. И вы заказываете какой-то, не просто американо или латте, а вы заказываете кофейный напиток какой-то сложный такой. И вот вам, значит, туда добавляют кучу каких-то специй и деталей, вот это похоже на какой-то невероятный то ли чай, то ли чай, то ли кофе, в который добавили очень много разных компонентов, которые не... Опять же, тоже мне нравится, что они здесь не солируют, то есть они, что называется, не забирают себе власть, они по чуть-чуть. Вот амбра, соленая, да, соленая карамель, она не сладкая здесь, то есть вот сладости в этом парфюме я не ощущаю, по крайней мере, вот с бумажки. В этом парфюме, несмотря на то, что здесь и кумин, и черный перец, и сичуанский перец, вот пряности для меня лично очень немного, то есть по сравнению с другими он для меня совершенно не пряный. Ой, хорошо быть ловкой. Напоминает такой пряный кофейный аромат, хотя кофе здесь вообще не заявлен. Давайте нанесем его на руку. Тера, это же земля, да? Вот сказала я слово земля, все, почувствовала я землистость. Получается, он такой теплый, чуть-чуть солоноватый, соленая карамель здесь контрастирует, вот есть это понятие землистость, да, за нее, насколько я понимаю, отвечают обычно пачули, ну или какие-то другие ингредиенты. Мне кажется, это отличный парфюм и для мужчины, и для женщины на зимнее время. Он такой очень сложный, он, 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 знаете, такой вот сложный человечек, вот знаете, говорят, сложный человек, вот это прям, вот это он. Вообще, Тера не был в моих фаворитах, в том плане, что я думала, что Папелефико будет классный, но вот как-то пока Папелефико я не оценила. Сейчас, давайте еще чуть-чуть посмотрим. Да, это такая какая-то игра контрастов. То есть, с одной стороны, это вот соленость, с другой стороны, это, ну, землисты здесь не как вот это вот прям земля, земля, нет, здесь, вот когда цветы пересаживаешь, например, земли, которые, может быть, чуть-чуть полили водой, вот у меня такая, такая ассоциация. Это достаточно приятный запах, он не противный, не химозный, очень такой необычный парфюм. В общем, пока это, конечно, откровение, открытие, терра. Очень мне понравился, классный. Прошло 10 минут, ситуация поменялась, фавориты, так сказать, поменялись. Значит, кредо превратился в такое еловое мыло, дальше у нас был темфулио, где было мандарин, пралине, ваниль, специи, который, в общем-то, был моим фаворитом. Как-то в нем вообще какой-то мускус вылез неприятный. А вот попелефика ушла, вот эта какая-то такая слишком навязчивая зеленая нота, и он стал более мягким, более таким округлым. И вот сейчас попелефика мне очень нравится. Он очень приятный, видимо, нужно было дать ему немножечко пожить, так сказать, да, немножко пожить, подружиться с кожей. Сейчас очень приятный аромат такой. Мне кажется, он зимой будет классный. Ну и Тера. Тера мне пахнет какими-то приятными маслами, очень глубокий, такой сложный. Вот здесь я чувствую эту вот восточную ноту, восточный пряный парфюм. Больше всего мне понравился Тера. Если получится, я обязательно куплю этот парфюм. Для меня лично Тера становится победителем в этом зачете. В принципе, все ароматы мне нравятся. Я думаю, что я дам их поносить любителям бренда Нишанэ. Есть у меня друзья, которые очень любят этот бренд. На этом у меня все. Обязательно расскажите, если у вас тоже бывали ситуации, когда вы купили парфюм, нанесли, вам понравилось, а потом раз, вообще не то. И наоборот, когда сначала было такое очень странное впечатление, что называется, парфюм не разносили, а потом просто он заиграл у вас всеми красками. Мне будет очень интересно. Большое вам спасибо за просмотр и всего хорошего!